В Омске снова упал строительный кран. Техника, работавшая на реконструкции театра «Галерка», не выдержала нагрузки и рухнула, повредив автомобиль МАЗ и жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет, жильцы дома эвакуированы. Наш репортаж с места событий. Около 11 утра на строительную площадку, где ведутся работы по реконструкции здания театра «Галерка», привезли материалы. При попытке разгрузить их с прицепа МАЗа гусеничный подъемный кран не выдержал и рухнул прямо на рядом стоящий жилой дом. Я сидела за компьютером, у меня вот сюда сидит стол прямо около окошка, и слышу шум, треск, все летит, провода подо мной повисли, и заметила так, что кран падает, боковым как-то зрением. Тут же оделась, я ничего не смотрела, что там у меня, обрушено, не обрушено. Я просто выскочила на улицу, убедится, где и что упало. К месту происшествия выехали расчеты МЧС, сотрудники полиции и следственного комитета. Из жилого дома эвакуировали семь жильцов, включая двоих детей. По предварительной версии, пострадавших нет. Была первоначальная причина, что данные конструкции повредили ногу человеку. Но по уточненному следованию, еще раз говорю, стропочек выпрыгнул из прицепа МАЗа, чтобы, видя, что падает кран, чтобы кран ему не нанес более ущерба и поскользнулся, повредил ногу. В причинах случившегося предстоит разбираться следствию. Однако при осмотре места происшествия выводы напрашиваются сами. Строительные работы ведутся в непосредственной близости от жилого дома. Даже сама разгрузка производилась не на стройплощадке, а на улице 4-я транспортная. А это нарушение техники безопасности. Сами видите, видите, насколько близко это. Ну, думаю, люди же знающие делают, строят. Надеялись, что все хорошо будет. Проблему стесненности строительной площадки поднимал еще год назад представитель Омскоблстройзаказчика во время посещения объекта Станиславом Гребенщиковым. Ответ экс-министра строительства был резким и категоричным. От того, что мы будем сейчас об этом говорить, площадка не увеличится. Мы ее не решим, пока не окончим строить. Работаем над той площадкой, которая есть. Это не обсуждается. Нужно работать с колес, раз негде складироваться. С колесой работали. В нарушении положенных норм. Результат – повреждена крыша дома, где лишь неделю назад закончили капитальный ремонт кровли. Другая причина видна при осмотре самого крана. Стрела вместе с кабиной слетели с гусеничной платформы. После опроса очевидцев становится ясно. Здесь сыграла свою роль усталость металла. Кран был явно не предназначен для столь масштабных работ. Вот понимаете, они то заделают вот это, то опять разобьют. Вот этот вот кран, он стоял сколько раз, он шатался. И по лету он стоял, шатался. Только ветер малейший, он вот так вот стоит, шатается. Я все боялась, что он упадет нам в окна. Вот оно упало. Оно упало. Скорее всего, по российской традиции, это и станет официальной причиной происшествия. Грандиозный проект властей по реконструкции галерки оказался не соизмеримо ограничен в размере площадки. Решение разгрузки стройматериалов с колес принималось на высшем уровне. Потому что так нужно, а не потому что так можно. И все это контролировал великий русский авось. Так же, как и полгода назад, когда башенный кран упал на проезжую часть на улице Жукова. Тогда погибло 4 человека. В этот раз обошлось без жертв. Значит, пронесло. Посмотрим, что будет дальше. Роман Нечапуренко, Сергей Чернов, Обком ТВ.